друзья всем привет с вами татьяна букрилева и я сейчас гостях у одной из моих талантливых художниц которая про себя когда-то говорила что она вообще не художник не художница я сейчас заехал и посмотрела сколько картин написано как они оформлены и как они украшают квартиру я чуть-чуть покажу стены этого дома но и заодно расскажу как мы познакомились с лидой она пришла ко мне на мастер-класс больше восьми лет назад и ходила каждую неделю каждую неделю причем она говорит я просыпаюсь ночью не могу уснуть я так волнуюсь что я пойду на мастер-класс я буду писать картину через полгода когда можешь не очень хорошо были знакомы я у нее спросила лита ты наверное мечтала мечтала рисовать на катания я вообще никогда не мечтала я даже не думала что я буду рисовать его но как ты пришла ко мне на мастер-класс на что она ответила за компанию я пока вот так вот рассказываю да то есть я буду показывать ее картины которые она вывесила и которые как она говорит она не готова с ними расстаться они все ее любимые я пришла за компанию подруга позвонила и сказала ли да пошли на мастер-класс по живописи так я вообще как бы не хочу рисовать это просто за компанию чуть тебе чем заниматься давай сходим ну и лида пришла пришла и поняла что ей это так нравится что ее так это завораживает что после этого она ходила как я уже сказала каждую неделю я даже не помню подругу кто ее привел но лида с нами уже больше восьми лет она написала огромное количество картин в тот момент когда я у нее спросила лида ты наверно хотела рисовать и надо ты что таня я люблю заниматься теннисом я люблю кататься на горных лыжах но чтобы рисовать это вообще не про меня ты что и но максимум это знаете забор покрасить вот так ответила мне лидой теперь смотрите какая красота у нее дома в разных комнатах висят разные работы разного периода я конечно с разрешения лиды попросила поснимать все это и показать во первых как хорошо смотрятся работы когда они оформлены и рамочку мы подбираем не к интерьеру а все-таки больше картине да потому что это очень важно иногда рамочкой можно испортить а иногда можно смотрите как интересно украсить картину это вот мы писали в один из новых годов на корпоративе это тоже у нас в студии написано какие-то работы лида уже пишет самостоятельно дома а вот это первая ее работа я про нее часто рассказываю сейчас на мастер-классах когда все участники мастер-класса писали одинаковые работы каждый сказал соседу ой как у тебя хорошо получилось вот у меня ничего не вышло а у тебя так здорово и когда я это заметила и груди девочки так у вас просто у всех глаза устали да то есть надо давать глазам отдыхать пить чай или еще как то что-то отходить от своих работ иначе вам кажется что у вас ничего не получилось и это вот как раз тот мастер-класс на который лида пришла впервые вот с этой картины у нее началась ее творческая деятельность хотя человек утверждал что она вообще не художник вот очень-очень такие яркие красивые добрые работы поэтому творите творите создавайте красоту есть у вас хотя бы небольшое желание есть обязательно пробуйте рисовать сейчас еще покажу вот еще работы около елочки смотрите несколько бабочек на квадратных холстах смотрите как оригинально смотрится можно по диагонали повесить горизонтально вертикально так как это квадрат то смотрится очень хорошо смотрите как работы вообще украшают все стены такие работы были написаны у нас студии это уже самостоятельная работа ну и вернемся в ту комнату комнату медитации комнату релакса где как лида сама говорит очень любит сидеть смотреть на картины отдыхать душой поэтому вот такая вот история